Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня наш гость – научный сотрудник музея-заповедника Родина Ленина, известный в городе Краевед Иван Севопляс. Но мы представляем сегодня Ивана Эдуардовича Севопляса как поэта. Итак, слово нашему гостю. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Иван Севопляс. Я известен в основном как Краевед, автор статей и даже книжек про историю нашего города. Но, сколько себя помню, довольно давно я пишу параллельно стихи. Пишу я довольно много, следуя замечательному призыву «Не дня без строчки». Вот. Мои стихи, они как бы, ну, складываются в определенный такой дневник. Каждый день, почти каждый день бывает какое-то стихотворение, которое вызвано теми или иными чувствами. Вот. И вот отдельные стихотворения, они, наверное, потому что я часто очень стихи, которые пишу, как раз датирую тем конкретным днем, когда они были написаны. Они вот складываются в определенные, в определенные такие вот страницы жизни, события, осмысления, точнее, этих событий, осмысления каких-то чувств и того, что происходит рядом. Вот. Пишу я много, вот, пишу немножко для себя, вот, свое поэтическое, к своему поэтическому творчеству я немножко отношусь, с одной стороны, критически, с другой стороны, вот, меня пригласили на эту передачу, когда рассказать что-то. Я схватил то, что было, ну, было довольно много, при всем при том, но немножко кучей. Вот. Само собой, много-много я читать не могу, но вот, что-то попалось. Вот здесь вот попалась подборка стихотворений за 2020 год. Ну, в жизни всего мира этот год вошел как ковидный год, все мы тоже переживали, вот. Но, с другой стороны, как бы этот год, да, он напряженный, драматичный, в то же время в жизни моей, в жизни моей семьи, это был год очень важный. В этом году родилась дочка. У нас 11 лет не было ребенка, вот, наконец-то мы эту дочку дождались. Именно вот с идеей ковида, именно с идеей всех этих обстоятельств непростых. Вот. То есть, ко многим ситуациям, ко многим дням этого года, вот, я, то есть, вот, наверное, вот, об этом немножко почитаю. Приморозило, вот и славно, хоть немного почувствуем зиму, русским снегом, с морозом, солнцем, что-то к радостью красит ветвь. И ворон, пролетающих в небе, каждый день, каждый миг прекрасен, если он проживает с любовью. И любовь твоя в моем сердце и поет, и томит, и греет. Серые сумерки смотрят в окошко, сыра на улице, снег с тротуара, стаял, будто не падал утром, будто метелью нам не грозили. Бывают такие бесснежные зимы, но каждый день проживаемый дорог. Он нас приближает к Богу и полнит сердце любовью, горячей и сильной. Все впереди, все еще только будет, если мы верим, надеемся, любим. Вот, ну я работаю как раз в музее-заповеднике Родины Ленина. Мое рабочее место находится неподалеку от дома-музея Ленина. Вот, я работаю на улице Ленина, бывшей улице Московская, одной из старейших улиц нашего города. И вот таким вот образом как бы сопрягается прошлая история нашего города с днем сегодняшним, с теми вещами, которые я переживаю каждый день. Вот, они вот в таких как раз исторических интерьерах, или экстерьерах, точнее говоря, происходят. Вот, то есть это тоже год как раз был, вот, 7 января 2020 года Маше предложили съездить в Серафим-Удеевский монастырь. А 15 января, то есть мы поняли, что у нас в день памяти святого Серафима Саровского, то мы поняли, что нас уже не двое, а трое, семья наша увеличилась. А вот и втроем мы в Храм Божий приходим, в Машеньке нашей живет новая теплица, ткется из плоти детская тельца, душа живая, чудо Божье. Мы так молились о нем и ждали, ждали и продолжали надеяться. Богу мы посвящаем радость, нашу, нашего первенца. Вот. Снег тихо и редко сыплет на серую кашу улицы, не выбелит, не покроет ее покрывалом белым. А мне по тебе груститься, скорее бы выйти в город, и до тебя доехать и взгляд твой поймать лучистый, тепло твоих губ вдыхает. Переживаем счастье нашей супружеской жизни. День от дня все глубже, день от дня прекрасен. Сколько еще и будет здесь, под отверстием неба, и впереди вся вечность, в небе, над небесами. На Машу прыгают кошки, и Маша гоняет кошек. Конечно, в прыгании кошек по факту мало хорошее. Но тренируйся на кошках, по-прежнему много значит. В конкретном случае меньше, на кошек не надо собачиться. А быть терпеливым хотя бы жизненно не манная каша. Тебе так идет быть доброй. Слышишь на наша Маша. Это тоже у нас жизненная ситуация, потому что Маша очень... Когда-то у нас люди к нам как-то начали... То есть мы держили соседские кошки, ну как не соседские, выброшенные. Начали к нам приходить под дверь, и у нас появилось кошачье население. У нас была небольшая комната. И Маша всегда очень сильно переживала, что кошки, да, кошки. Я говорю, Маша, ну правило же действует. Тренируйся на кошках. Ты будешь, если однажды Господь тебе даст счастье быть, вот пока тебе Бог дает кошек, тренируйся на них, чтобы быть хорошей матерью. Это вот... Солнце светит, синицы чирикают, ноги по тонкому льду разъезжаются, едут машины и люди шагают, жизнь вокруг нас продолжается. Жизнь, которая в нашей Маши, тоже становится чуточку старше. Наша любимая Маша, так оно в жизни бывает. Любовь нас на легких крыльях над серой землей поднимает. И видишь, что мир прекрасен, под грязью и шелухой. Мы проницаем многое, доброе и живое. Да, жизнь никогда не просто, но всякая жизнь от Бога. И жизнь – это путь, которым мы постигаем Бога. Тоже в свое время у нас была собачка. Ее звали Квита. И вот мы как-то тоже с этой собачкой гуляли. Собаке всегда интересна мусорка, а у мусорки оказались рассыпанными письма, и лежал молитвенник на польском языке. После воскресной мессы пошли поноситься с Квитой. И подобрали у мусорки маленький польский молитвенник. Выбросили за ненадобность. С письмами к тете Ване. Они вперемешку с открыткой. На мокром снегу лежали. Жалко. Читали мало эту неновую книжицу. Да Бог не в книгах, но книги делают нас к Богу близ. Наша Маша и наша Кроха. Все хорошо, все совсем неплохо. Воздух весенний, вбираешь грудь. И вдруг заходится сердце от счастья. От радости жить и любить и верить. Счастье – это по-настоящему. На улице по-весеннему серо-промозгло сыр. Снег тает, являя все то, что в него однажды накидано было. Но этот день, он счастливый день. Он рядом с тобой живется, и все настойчиво и сильней. Сердечко Крохина бьется. Под сердцем твоим и с ним унесет. И эта радость такая. Ведь мы живем. Мы не просто живем. Мы в небо свой путь пролагаем. С утра было сыро и сумрачно. А днем даже солнце выглядывало. С утра по больницам бегали. Кровь сдавали и прочее. В бахилах стояли в очередях. С Машей и нашей Крохоткой. Все были вместе. И это во всей истории радует. Где двое и трое, там с нами Бог. А с Богом нельзя не радоваться. Ворона у меня под окошком выковыривает косточку. Из-под снега Господь питает все, что Он создал. И нас с тобой и нашу Кроху вновь и вновь обновлять решим. Закалять душу для внутренней братья. И снова и снова в тебя влюбляться. Счастье есть. Счастье есть. Любимая моя. Любимая моя. Кузяка здесь упоминаемая. Это у нас была белая кошка с голубыми глазами. Белая кошка с голубыми глазами, она глухая. И Кузя, она у нас орала блажью. Она себя не слышала. Но вот такой поэтический момент. Потом у нас ее забрали, подарили одной бабушке. Вот такие вот тоже моменты. Весна. Весна перепевы птичьи. И так хорошо нам этой весною, что мы не одни, что нас стало трое. В тебе наше чадо, чье сердце бьется. Своим в унисон. И хотя бывает не просто да, но вся хмурь расцветит мысль. Он живет в этой маленькой треть. Вымоль и подарит Бог. Маленькая чадошка шевелит в Маше ручками. Она уже не мелкая, вершок не умещается. Хотя пока ни цифрите, ни буквам не обучена, Она живет и в нем душа, живая помещается. Какое чудо! И стучит в такмамини сердечках. Такая маленькая жизнь уже помещает вечность. Еще один повод любить тебя, Маша, Что ты не моя, только ты, Маша наша. Та жизнь, что в тебе, прорастает тихонько. Сон клонит, есть хочет и тянет, и пучет. А солнце, как солнце, сияет и светит. И ты понимаешь, есть счастье на свете. И жизнь — это счастье. Такое простое. Не переживая, живи, понимая, Что есть что-то большее, что-то другое. И наши потери, разлуки и скорби Есть обещание будущей встречи. Любовь, какую ты носишь под сердцем, Пусть греет тебя и дает тебе сил. Бегу по нечетной солнечной стороне утоних улиц, Наримановая, Гагарина, Крымова и так далее. Тепло уже, снег слезал с дороги и тротуар. Весна, хотя с ночи безоблачный мороз, Кусая за щеки, мы учимся жить и радоваться. И разговаривать просто. О Боге, любви и о прочих вещах, Что смысл обретают в Боге. Спят на кровати Маша и кошки, Свернувшись лепешками. Спит, улыбаясь в Маше, Малая дитятка наша. Солнышко светит и бродит По улицам коронавирус. В руки влагаем Божьи, Нашу любовь и радость. Тоже про одну из наших кошек. Она у нас потом убежала. Мы ее один раз потом ловили. Она уже одичала, К сожалению, нас не узнала И опять от нас убежала. То ли Маша прижалась к Плюше, То ли Плюша прижалась к Маше И мурчит о своем кошачьи, Левый глаз приоткрыв немножко. Домоседы все, мы и кошки, И малыш нас тебе, который Научился уже улыбаться. Твой день рождения, Маша, Еще один год пережитый, И мы не вдвоем настроим. В тебе наша дитятка крепкая. До жизни простая штука, Но радостно жить ее вместе, Поддерживая друг друга. Не так хорошо с тобой. Неуютно задувает ветер, Облака затягивают небо, И холодные рассыпают бисер. Капли жалят, ударяя в руки и в лицо, А мы идем сквозь ветер По неровным мокрым тротуар И гуляем с дитятком, Что дремлет, улыбаясь у тебя под сердцем. В Маше растет понемножку малышна С размером в ладошку, Дрыхнут повсюду кошки, Облачки, как овечки, Сын человечьи восстал из гроб, И радость наша тем глубже и выше. Это было написано на Пасху. 1022 года. Ночью пролился дождик, Первый весенний проплакал, Глязь и песок смывая С оттаивших тротуар. Солнышко закатилось, Стылый холодный ветер. Здесь, а на небе ни боли, Ни плача, ни воздыхая, Пусть наши с тобой улыбки Греют друг друга и ближе. И наша любовь однажды Нам на небо путь откроет. У нас там тоже были собачки, На улице жили. Они такие вот, Как бы этих, типа шпиццев. У них такие сзади, как штанишки. И была собачка мужского пола И собачка женского пола. Одного мы называли малыш-штаниш. Я не знаю, как их звали, По соседству жили. И малыш-штанишка. Вот они тоже попали В одно из стихотворений. Малыш и штаниша, Малышка-штанишка Гуляет под дождиком С тетей в желтом, В дождевике. А мы смотрим в окошко, Жули и плюш, и думы. Как там Маша? В Маше малыш, В эту сляк, Пусть переждут, Чтобы им не промокнуть. Маша куда-то ездила в больницу. Это тоже навеяно. В свое время я учился В городе Санкт-Петербурге В последние годы. Неподалеку от того места, Где там Измайловский садик, В нем знаменитая Скульптура Петербургский ангел. Скульптура это как-то, Так сказать, Я поскольку-то бегал По этому садику, И всегда она была. И вот 15 мая 2020 года, Когда сообщили, Что от коронавируса умер Автор этой скульптуры, Роман Шустров. От коронавируса умер Рома Шустров, Автор петербургского Ангела из бронзы, Что присел на лавочку С книжкой под зонтиком В садике Измайловском У реке Фонтанки. Не зраком мы с Ромою Были в этом мире мы, И не важно, важно, Что его искусство В душах множества Таких незнакомых с ним людей Пробуждало светлое, Искреннее чувство. Шел я утром по улице Льва Толстого, Зеленый и тихий, И что здесь такого? А мы здесь когда-то С Машей гуляли, Под этими липами и тополями, Еще не зная, Как будет и сколько, Но знали, Что это любовь и только, А любовь не проходит, И жизнь человече, Любовь согревает Дыхание вечности. Так много сегодня солнышка, И зеленью воздух пахнет, И птицы щебечут весело, Все о своем, О птичьем, Рабочий день скоро кончится, И я поспешу на встречу К вам, Домой через свет И весну и шум Влюбленный до неприличия, Люблю, Это значит, Что я живу. С нашей Машей шагаем по улице, Дышим утром травою неба, В Маше наша кровинка дышит, И кает руками машет, Это радость, Такая радость, Боже, Слава тебе за это. Тут вот стихотворение, которое я написал 9 сентября 2014 года, 9 сентября это у меня День рождения, Оно на московской называется, То есть сколько-то у меня уже было, Ну, да. Здесь по-особому чувствуешь время, Особенно в эту осеннюю пору, Оно не стоит И не замирает, Не крутится в спять Шестеренки и стрелки, Но когда воздух так свеж и прозрачен, А небо так высоко, что до края, Его не достигнуть Ни птицы, ни взгляда, Перебираясь с молитвы учетки, Просто ощущаешь, Вот она, Вечность. Утром укутанным сумраком, Напоенным серым светом, До ноября протянувшим, Простуженным бабьим летом, Рядом идти и радоваться, Благодаря Богу, Сердце за то, что Он любит, И греет нас за то, Что мы любим друг друга. Всякий путь Кажется в эту пору Дорогой к холодному Вифлеему, О, как же бывает и сыро, и зябко, Шагать по неутоптанным трубам, Скользить, спотыкаться, боясь ушибиться, А сердцем горячая радость струится, Господь нам родится, Господь нам родится. Это такое подрождественское. По неглубокому легкому снегу, Скуля тихонько за мамой и собакой, Спешат загребая ногами кутята, В серых гамашах четыре штуки, И мама, коричневая и большая, С ушами похожими на овечье, Идет по делам по своим собачьим, Мимо сосен, выставленных для продажи, Припорошенных выправшим снегом. Ночью снегом Бог с нами, И будем хвалить его песнь, Улыбкой, взглядом, Сердцепыланием, как он являет себя в создании, В бездомных щенках, В нас неверк и грешник. Это стихотворение писалось в свое время в Казани, Рядом с Святого Павловским собором, Или храмом, Не помню, какой его статус, Но там есть такие старые кирпичики, И на одном кирпичике такая отпечатанная кошачья лапка. На кирпичном бачке очень четко отпечаталась ручка кошачья. Много-много десятилетий, Ветры, дождики, метели, Трут его и никак не вытрут, След оставленный кошкой Казанской, На сырой отфарбованной глину. Под таким вот почти бесконечным дождиком Хорошо гуляется, медленно и беспечно, Под зонтом широким, как черное море, Мимо окон, В какие глядятся фиалки и фикусы, Сонные кошкины лица. Время, Время оно не летит, но движется, Когда вдруг обращаешь к Богу Взоры мысли, Мольбы и хвалень За великую радость жизни. Черно-белая трясогуска На длинных и тонких ножках Мечется между спекшихся За ночь снежных проплешек, Недотопленных солнцем и ветром, И весна все многообразней, Веселее, ярче и громче, И пускай в это ясное утро Нас покусывает морозец, Он нестрашенно, Из-под забора, Громко лающий мелкий пес, Как мне вырастить всю мою нежу, Всю любовь моя, Маша родная. Ветви высокой березы Усеяли свиристели, С веселыми хохолками, Они так ладно свистели, Радостно славя Бога, За утро прохладу, За солнце, Карабкающийся с востока, Все выше и выше в небо. Мы шли, моя Маша, в платочки, И встали, и улыбаясь, Птицам, казавшимся в ветках, Большой виноградной грозью, Спелую грозью вточили, Нас Бог веселит и любит, И нас поднимает до Бога, Глубокая наша любовь. Читаю Евангелие от Иоанна, Где Иисус узнал о болезни, Лазаре, Птички чирикали в ветках еловых, Дождик слепой и прохладуя пол, Комнату форточка, Много народа, Было в Вифане в день тот весенний, Когда Иисус отправился к гробу, Видя их плачущих, Он прослезился, И слезы его не о Лазаре были, Как же в нас маловер он плакал, О каждом из нас Бог-создатель вселенной, Он, нашу плоть сотворивший, Принявший плоть нашу, Плачет о нас маловерно, Так пусть наша вера утешит тебя. Пришла какая-то гуля, Заглядывает в окошко, Всем своим видом требует, Насыпь хоть хлеба немножко, И свежими нежно-зелеными Побегами елка покрылась, И невесть откуда лохматая Персидская кошка явилась, Форточку брызнула свежесть, Все молото, зелено, но, Как плащ на плечах апостола Иоанна Богослова. И пахло сахарной ватой Среди полдневного покоя, У белого мемориала, Под голубою тишиной, Как много-много в этом лете, Прозрачного, как роса, жар, В трех глазах моя прохлада, Он не постиж весь мой. Прохожу мимо окон твоих, Скучаю, едва успев с тобой расстаться, Так хочется просто видеть тебя, Как небо и свет тобой любоваться. Божьи коровки ими Наполнен полдневный воздух, На ласканых и ладонях, На теплом асфальте и листьях, Рыжие и живы, Как вечная память детства, Черные крапинки. Раз поднялась и прямо в небо С руки загорелой твоей. Случайно взглянув в окошко, Я тебя далеко заприметил, Твой красный платок и пальто, На тропке пролегший Через обширное поле, Пустырь в сухих Прохлогодных травах, Любимый, без тебя не так Мое сердце бьется Без светлых твоих волос, И глаз озорных и теплых, И света и глубины, И дышится по-другому, Когда я увидел тебя, Домой через ветер идущий. Вот. Ну вот на этой вот ноте, наверное, Мы закончим нашу Поэтическую встречу. Большое спасибо за внимание. Я надеюсь, что Мои стихи были для вас интересны. Большое спасибо всем. Мы благодарим нашего гостя Ивана Севапляса За участие в программе. За стихи о любви. Ведь счастье – это по-настоящему. Мы в небо пути пролагаем, Как пишет Иван Севапляс. Благодарим, дорогие друзья, За внимание. Всем вам желаем добра и радости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!